Книга «Открытым оком», том 9, тема «Литература», вопрос 2297. Почему ваши статьи перестали печатать в газетах, а раньше очень даже часто появлялись? Какая последняя статья ваша о лагере была напечатана в средствах массовой информации? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Два с половиной года и 18 дней невылазно просидел за компьютером. Это 13 тысяч часов перед экраном монитора. Вышло из печати за это время 16 книг. Общее количество страниц – 10500. Это не газетная маленькая статья, да и более долговечное творение. В книгах отображено много фактов и документов. И про суды, какие были с недругами, и как их все мы выиграли. Все до единого по полной программе. За нападки на лагерь «Стан» были поражены ГТРК, госцелерадиокомпания «Алтай» и московский комсомолец на «Алтае». Псалом 6.11. Да будут посты жены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Ознакомьтесь со статьей моей в районной газете, на которую Смирнов откликнулся. Но мою в ответ посланную уже не напечатали, сказав, что и так все ясно. Вторая страница, 13 апреля 1999 года, номер 43, 8392. Свет октября, село Мамонтово. Ответ на статью Г. Смирнова от 07.07.98 года. Условия в лагере «Стан» не противоречат санитарным требованиям. Смирнов именуется главным государственным санитарным врачом по Мамонтовскому району. Ему ли не знать, что стандартам санитарных норм, написанных в кабинетах лицемерных циников, не соответствует вся жизнь во всей стране. Все заражено пестицидами, радиоактивностью, заразными болезнями. Ни вода, ни пища, ни условия в больницах, в армии, в школах, в университетах. Ничто не соответствует нормам человеческой жизни. Вокруг лишь нищета, сокращение жизни, вымирание нации, развращение молодежи, наркомания, преступность – все ненормально. И это при неисчислимых богатствах недр, претерпеливом народе, над которым калифы на час творят людоедские эксперименты. Маразм атеизма превращает страну во всемирную помойку, в разлагающийся труп, в империю лжи и зла. Так каким же нормам может соответствовать сверхбедный человек, который решился взвалить на себя материальную, моральную и уголовную ответственность за чужих детей? И строительство лагеря стана, спортплощадки, подвалов, кухни, столовой, жилья и всего-всего – все взять на себя. И обеспечить питанием, постелью, обмыть, обстирать, накормить, занять, сохранить, все взять на себя. Наша любимая родина-мать вспомнит о сегодняшних подрастающих только тогда, когда они созреют для гаремов и для Новой Чечни. За 25 лет существования лагеря стана ограбившее нас государство не вырешило нам ни рубля, ни обслуга, ни начальник лагеря стана за четверть века не получили от государства ничего, кроме угроз. Хорошо ли это? По совести ли Гасмирнов? И вот тут скажем о чуде Божьем. За два с половиной десятилетия ни одного несчастного случая, ни одного заражения, ни одной серьезной болезни. И дети поправляются, наливаются здоровьем. Лагерь Стан на навозной куче в поселке Потеряевке дал заряд бодрости, здоровье, нравственный нокаут для двух с половиной тысяч человек. В частном порядке. Покажите нам еще один подобный детский трудовой лагерь в России или за рубежом. И, очевидно, не случайно снятые документальные фильмы у нас в Свердловской киностудии «Красноярский филиал» режиссер В.С. Кузнецов. Получили «Золотоуст из Потеряевки» первое место в России, а предчувствие – главный приз на международном киноконкурсе в Югославии «Золотой Витязь». По книжным нормам не проходят ни детсады, ни лагеря детские, ни лагеря для зэков. Это и без «Г» Смирнова всяк знает. Так нет же, главный врач еще приплел о нашем стане и то, что есть беспардонная ложь. Для чего? Чтобы нас удушить через эту статью? Прочтите его статью. Первый столбец. «Без мыла и полотенец». Хотя видели в дворяда висящие полотенца на каждого насельника возле кухни, и возле кельи полотенца для ног, и везде видели мыло. Как такового лагеря стана в официальных документах не существует. И это вторая грубая ложь. Доказываю свидетельство о регистрации, выданное Управлением юстиции Алтайского края номер 139 от 5 апреля 1996 года. Детскому трудовому православному лагерю стану в честь священномученика Климента Анкирского. Второй столбец. Пищеблок непосредственно примыкает к жилым помещениям с одной и к днодворным туалетам с противоположной стороны. А теперь посмотрите на снимок в газете. Слева столб с бетонным пасынком, а еще левее туалеты 5 штук. А прямо по центру, где смотровая вышка, пищеблок, кухня, а справа белое сооружение за машиной, кельи живые. Что к чему тут непосредственно примыкает. На глазок определите расстояние, нормы. Нет медицинского кункта, но рядом деревня. Там есть и врач, кандидат в медицинских наук, и медсестра. В третьем столбце прямо нота тоски, что нет у нас инфекции. Мы всерьез опасались, что после столь нерасположенных гостей, как бы действительно какой карачук не прилип к нам. Но бог миловал. Приехали еще и еще комиссии. Взяли анализы воды в пруду, в колодце, на кухне молока. Ответ пришел. Все хорошего и отличного качества. Ангел-хранитель сжег заразу. Пол был земляной, теперь сделали железную, с половиками. А уж уборную, как дворец, по нормам нам не в жизни построить. Не было печали. Ножи все подписали. Рыба, мясо, овощи, хлеб. Нет условий для мытья кухонной и столовой посуды. А ведь видели наши баки, порошки и чисто вымытую посуду. Смеялись над словом «самоквас». Вроде бы дяди были разные и тети. Не всех угощали холодным квасом. Пили, хвалили, уехали, похулили. Не в коня корм. Да, к слову, детям до 16 лет квас не даем. Запрещается употребление изделий домашнего приготовления. Как же так? Дома от мамы ели, взяли с собой, а уж через черту лагеря стана переступили, и эти ковришки нельзя есть. Он за разом заехал. А в деревне мы ничего не готовим. А все на своей кухне. После прочтения статьи санитарного врача вот такая складывается нерадостная картина. В Евангелии написано «Горе вам, врачи санитарные, что взяли ключ разумения, инструкции свои, и сами не входите, никого не содержите, и другим запрещаете». Так с какой же целью был послан к нам государственный главный санитарный врач? А он и не скрывает этого, чтобы дать антирекламу лагерю стана. И он просит задуматься родителей, прежде чем отправить ребенка в такой, с позволения сказать, лагерь. Да, знает ли дядя Г. Смирнов, что наш лагерь Стан сжигался до тла каждый год теми, кто в их лагерях безбожных воспитывался? Заразу, эпидемию выжигали, да? Да читает ли этот дяденька газеты? Весь мир, все пять континентов русской эмиграции знают о Потеряевском, сверхуникальном лагере Стане. А он до приезда и не слыхал о нем. Глумливые, бессовестные статьи уперлись рогами в детские души. Не ездите в этот поганый лагерь, тут стены из глины. Витаминизации готовых блюд не производится, суточная проба не отбирается. Худо, что дядя Смирнов не знает религиозных азов, что по вере вашей добудет вам, что в храмах православных доктора брали мазки с икон, которые целуют все подряд. И заразные, и из одной чаши одной ложечкой сотни людей. И заразные причащаются. И за две тысячи лет ни один не заразился там. Анализ показал, что на иконах и при колокольном звоне бактерий погибают. Сие есть вера наша, победившая мир. А у нас еще и солнце, воздух, купанье, баня. Хождение босиком, чистая, свежая еда, молитвы, евангельские беседы, игры в чистом поле. Справедливость. И даже психически больные, нервные, из пьяных семей дети, все уезжают здоровыми. Дядя же Смирнов ничего этого знать не хочет. Не навреди, врач, лагерю стану. Не навреди, не погуби. Игнатий Лапкин, начальник лагеря стану. К рыбе меня мой рыбак приравнял. С моря на берег забросил он сеть. И недостойного пряжки ремня, Просят за трапезой царствие сеть. Может быть, я, как зубастая щука, Походя мог не малька заглотнуть. Да коли рыбацкие сети и руки Корни исправили хищника путь. А если над ней я залег, как карась? Вылежитейском, зарылся охотно. Смазкой и слизью окутала страсть. Каждой чешуйке привычно и плотно. Пусть не акула, а просто гальян. Чужую наживку искал торопливо. То ярославский болтун, емельян, То прочих безбожных отступников чтива. Так на кого же я больше похож? В банке консервной с цветной этикеткой? Шел добровольно по чистку, под нож? Или не рыба, моллюск и креветка? Кто я? Какой мой талант поутру, Каждым рассветом в дневной суматохе? Кем назовут, когда вздохи замрут? Следы заметелит, заросшие мохом. Ни рыба, ни мясо, гласит поговорка. Ни свечка для Бога, ни и ни кочерга. Может, прожил пескарем в своей норке? Мыслил, что кельи есть волга-река? Пойманный невод Христа чудотворно, Сам в рыбака превратился чудесно. Из бездны греха, Путь к блаженствам нагорным, Не к рыбе молчанию, а к ласточке песни. Плыву в благодати, в житейское море, Другим проповедуя радость спасения. Зови как угодно меня, я не спорю. С собой утяну я небесные сети. 25 июня 2004 года, Игнатий Лапкин.